Дота-игра такая, сами понимаете, никого не щадит. Ни игроков, ни людей, которые ее показывают и смотрят. Ну, в любом случае, мы в этом твоем. Вопросы просто сразу, да, провокационные. Просто, да, на все задашки. Кстати, на Китае, да, все, да. Я согласен. Все понятно с тобой. Продается совесть Рустама Адеквата Мавлютова. И мнение тоже. Винстрайк, наконец-то, за свет играют. Винстрайк играют за свет, и Винстрайк, наконец-то, берут себе не ЦМ-ку, не Джаггернаута. Это шанс. О, для кого? Для них. Да нет, ну, наконец-то, реально, ребята отказались от одной стратегии. Ну, то есть, ну, Азу Вера были или что? Ну, то есть, они проиграли три карты подряд. Ну, есть повод. Одним и тем же пиком, да, проиграли разным командам. Уже, соответственно, все остальные, судя по всему, просто к ним уже готовы, адаптируются и понимают, как это Джаггернаута. Ну, да, в целом, герой-то по-прежнему сильный. Ну, да. Допустим. Но? Как там это было на любой подобный выпад, можно ответить, и что? И что? И все. Сильными они были вот до вчерашнего дня. Все, забудьте про них. Надо другим побеждать. Вот Манки Кинг, например, ну, тоже так себе. Нет, Тайт Манки Кинг — это распик такой. Ну, пойдет, пойдет. Ну, Манки Кинга можно на разные линии здесь поставить. Главное, чтобы, ну, как-то, знаешь, не повторили вчерашнюю свою стратегию. Как всегда поплыло. Да. Удержаться сложно. Нет, ну, я просто не могу. Пробросы иногда. Вы просто реагируете на них. Вы благодарная публика. А то я тут пытаюсь, что-то шучу. Подожди, если мы с тобой просто на одном интеллектуальном уровне находимся. Наконец-то. Наконец-то. Люди с высшими образованиями стоят. Раз пик, два пик. Прекрасно. Улыбка на лице. Да. Хорошее настроение, друзья. Димон, давай к нам. А здесь есть высшее образование? Есть высшее образование? Естественно. Эй, вы, аналитики, поработайте, пожалуйста. Не заставляйте меня от два. Давай, ладно, давай, поработаем. Шторм в бане. А там вайпер в бане. Что получается? Спака пикать хотят, Финдстрайк. Логика пропала сразу. Я вообще потерял нить игры, нить драфта. Что мы тут обсуждаем? Мне очень сложно просто совместить Тайдхантер и Манки Кинга на первые два пика. Вот, очень сложно. Ты не совмещай, ты просто смотри. Мы же для этого не собрать посмотреть. Конечно. Вот смотрим. Брист в бан. Ух ты, елки-палки. Что происходит? Почему? Типа коттал брист. Это какая-то замануха. То есть здесь, ну не может быть такого, что Тайдхантер и Манки Кинга взяли, они там третья и первая позиция, правильно? Так же мало кто делает. Да может. Может? Ну, они такие, оп, вы сейчас будете думать, что это не третья и первая, а на самом деле к концу драфта окажется, что все так и есть. Не, ну Тайдхантер на ферст пик мы видели, превращают его в пятерку довольно успешно. Можно даже в четверку играть, то есть он идет, разменивается здоровьем, он довольно толстый, гашки дает, бьет, дает спейс для своего керрия. Ну, как одна из стратегий, в принципе, такое возможно. Поэтому исключать вариант с Тайдхантером пятеркой я бы не стал. Этот пик много понимания вносит. А теперь Тайдхантер четверка, очевидно. Не, ну, Oracle, да. Ну, у каких-то хороших европейских команд, я помню, этот герой и в центр ходил. Бывало и такое. А где они сейчас? Хорошие европейские команды на мажоре. Да. Либо, либо остались в первом дивизионе и на мажор не прошли. Но при этом хорошими они быть не перестали. Да. Понял. Потому что это Европа. А не какой-нибудь там Китай. Ты даже не отреагируешь никак. Да я просто себя уже не слушаю. А. Я на морд осмотрел. Не, ну, ладно. Совсем по-другому играет Тинстрайк, реально. Это радует. И Манки Инга ведь не только на легкую. Куда можно ставить его? Можно в центр против Войт Спирита отправлять. Вчера МК сам по себе неплохо отставил против Войт Спирита. Там совсем другое заруинило. Наличие Дарксира какого-то божественного 33-го. И Алхимик, да, как-то не пошел у ребят. Ну, я думаю, что они в этот раз не будут с Алхимиком возвращаться и возьмут себе что-то попроще. Туск. Не очень пока понятно, да, почему Oracle вообще в пике появился. Есть какие-то явные причины? Не хватает саппортов. Не, ну... Потому что вместо МК, вернее, КМК будет вот еще такой жесткий подково, Oracle здорово. Начинаем с базовых логических вещей. Железобетонно, да. Ну, а теперь что? О, это ямечные Энигмы. А я помню, против Тундры первая карта, Блокол, в 4, в 3, в 4 игра закончилась. Клево было. Ну, там какая последовательность была? В 4, в 3, в 4. В 4? Нет, по-моему, в 4, в 3, в 3, в 3. В 4, в 3, в 3, в 3. Я считал. Ну, ладно. Так, получается. Тайтхантер все-таки 3. С Энигмы 4. Oracle 5. Манки Кинг Керри. Остается Мидер. На ласт пик. Или Керри. Потому что Манки Кинг Мид против Боит Спирит, да? Да. Вариант. А Тайтхантер 3, в 4. С Энигмой. Это же Лизабетон, а так? Да. Да? Можно Энигма 3 и Тайтхантер 4, но... Об этом, да. Ну, когда Ямич так исполняет, лишать его Энигмы, но это бред какой-то. Угу. Ну, это прям настолько, знаете, ситуация какая. Они в одной карте того, что могут вылететь с турнира, правильно? Поэтому обычно в такой ситуации, как гранд-финал каких-то там матчей, или ситуация карты на вылет, берем максимально ультимативное, то, что в лейте будет способно переворачивать. Это вот Black Hole, Ravage, да, вот мы все взяли. Мы как-нибудь там кнопки нажмем, даже если будем сильно отставать и проигрывать, и у нас что-то получится, один файт, и мы перевернем. То есть какая-то такая идея. Вот проблема как раз теперь в том, что это тот самый один файт. Это опять очень большие КД. На все ультимейты справа кулдаунов нет вообще, и если вдруг одна или две там плохих драки, то все, такое уже практически невозможно камбэкнуть, если они после этих драк провалятся. С другой стороны, у нас вот только что перед глазами был пример карты предыдущей, где вариантов подраться у команды High Cost. Вот с этими, да, с РП, с Дримкойлами было огромное количество. Драк 10 мы посмотрели, наверное. То есть какой-то из 10 драк, если вот такая возня будет, Энигмы Тайтханта идут качественно на свои нюки, получится выиграть хороший замес. Мне уже не нравится Манки Кинг в качестве первой позиции против Фантом Ассасин. По-моему, это не работает практически, скорее всего. Надо добирать кого-то еще. Да даже вот вчера была ситуация, где Манки Кинг доминировал и вел по деньгам, Фантом Ассасин в любом случае его убивает. Я в этом сборку-то не помню, но опытные там китайские керри, которые на Манки Кинге первой позиции играют, там исключительно билд один, и он не меняется. Это Амевский билд, БФ, БКБ, Аганим и Эбисол. Вот четыре слота. Железобетонно покупаешь, и в целом против Фантомки сражается нормально. Там из-под арены Фантомка прыгать не хочет, с Эбисолом ее останавливаешь на обрыве, когда она БКБ свой нажимает, у тебя работает Аганим, у тебя работают башики, пассивка, все работает. Звучит убедительно, но если память не изменяет, так у нас не особо часто собираются. А Маканимы любят эти пораньше где-то собрать. Орбов Коррожен, через Молнии катают, ну по-всякому. На мой взгляд, мне просто нравится, когда Керри пытаются разогнаться через БФ, играя нежели чем через Молнии. Но это вкусовщина, мне поэтому там интересно было, допустим, сегодня с Заором пообщаться, просто как он мыслит в плане айтембилда, потому что это было очень интересно. Касательно бы там Манки Кинга тоже, поинтересоваться с ним, поболтать. Беста убрали, пришел он на ум, когда появился Энигма в пике. Нужно ли брать какого-то героя чисто против Энигмы, чтобы Блэкколы там какие-то в драках забивать? Или можно обойтись? А что у нас есть сквозь БКБ? У нас здесь уже ничего такого нет. Таск с Валрас Панчем? Да, то, что потенциально может. При этом какая позиция не хватает хайкоста? Тройка. Если будет спирит не три. Забавно, что Рубиков все равно винстрайк банен, потому что, ну Рубик куда? Только позиция четыре, да, условно. Таск тогда обязан смещаться на тройку. Это тоже не самый надежный герой. Таском тройкой, по-моему, далеко. Не все команды умеют и любят играть. Вряд ли кто-то это практикует. Я в основном в Северной Америке это вижу там регулярно, да. Но здесь нет. И мне кажется, этот Рубик был просто необязательным баном. Ну испугались. Хайкост бы просто так далеко не полезли. Такая игра, ну там, Рэвидж и Блэкхолл, да, а сфоровать для Рубика одно удовольствие. Даже Рейскинг. Керри надежно. Сильно. Митова надежно. Еще один момент, я вброшу просто по памяти. Ни один Дум Медовый сегодня не побеждал. А это Дум оф Лейн. Но о Чессе. Это важно. Хорошо это или плохо? Для кого? Для кого? Надо уточнить. Закономерно. Для Винстрайка, наверное, пойдет. Но Чесси сегодня мог бы получше. Я так подумал, при том стиле и при том качестве и уровне исполнения от этих двух команд, игра должна затянуться. Если она затянется, у Винстрайки хороший шанс на победу. Ну, тимфайт дикий абсолютно. Таким тимфайтом, ну, хотя бы один его нужно проводить хорошо. Лучше два, три, пять, десять и так далее. Они это вчера показывали, причем Блэкхоллы реализовались не с сороковой, пятидесятой минуты, а очень рано. Начиная с пятнадцатой, двадцатой минуты. Без БКБ, без блинков уже Блэкхоллы там шли в три цели и пойдет. Так что, ну, болеем за Винстрайк, шанс есть. Да, снова интересные пики, это прекрасно. Это повод поломать голову нашим партнерам по рематч, когда дело доходит до того, чтобы придумать коэффициенты для очередной карты на очередной серии. На этот раз у нас 1.38 на Хайкоуст, 2.9 на Винстрайк. Коэффициенты по-прежнему на весь матч. Хайкоуст ведут со счетом 1-0. Первая карта получилась и туда, и сюда. В общем, вы сами все видели. Хорошая игра получилась. Насыщенная, яркая и хайлайтов полным-полно. Но эти пики тоже позволяют думать, что здесь будет что-то подобное. В общем, с комментаторами посмотрим, как все сложится. Посмотрим, как все сложится с комментаторами. А это была студия аналитики, возглавляемая Дмитрием Крупновым. Они для вас всю провели аналитику. В общем-то, сказали, что медовый Doom не выиграет. А мне кажется, может вполне. Может. А мне кажется, что он даже и не медовый. Ну, он здесь не медовый, да. Все-таки у нас будет оффлайт Doom. Но складывается впечатление, что собрались просто жиром закидать сейчас команду Хайкоуст. У нас Минстрайки, учитывая их драфты, и Тайтхантер, и Энигмы в одном драфте, это что-то интересное. Это было уже. Не часто увидишь такое. Да, это было. Причем драфтели такое ощущение, что либо Тундра, либо сами Хайкосты, нечто подобное. А, нет, Бреймы. Бреймы драфтели. У меня эти европейские миксы, к сожалению, они как бы сливаются во все. Совершенно разные по уровню игры, по составу. Но, тем не менее, Бреймы брали. У них был сначала Саппорт, Энигма, Саппорт, Тайтхантер, а потом была тройка Энигма, Саппорт, Тайтхантер. Обе игры выиграли, но они играли с юниками, которые отказывались атаковать. То есть у них был какой-то пакт о ненападении, они не переходили речку. Пока Энигма не выформил столько всего. Ну а стоит ли говорить, что Энигма — это самый страшный герой в доте? Один из точно, как минимум. Ну, тут действительно очень плотные персонажи, очень хороший подсейф иметься. Я не знаю, тут, ну смотри, и Манки Кинг, и Врейс Кинг. Ох, жесть. Два короля в одном пике, жестко. Король скелетов. Да, еще Сэн Кинга не хватает сюда. Песка. Чтобы три короля у нас было сразу. Королева боли. Да, ну такое. Ладно, здесь у нас пока что зеркальный выход от обеих команд, но и, скорее всего, ФБ мы не увидим, расставляется Вижен. Но в этот раз Фантомке посложнее будет, как по мне, играться здесь, потому что все-таки, ну и такие хорошие ультимейты имеются, да и герои не самые простые. Нужно как-то действительно много... Смотри, 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 куда пошел Макак. За курьерами. Курису убивать. За курьерами, да. Три. Здорово, пацаны, как дела? Ну-ка давай. На. Первый пошел. Реакция. Да, все, второй уже не пошел. К сожалению, скорость атаки слишком маленькая. Хотя бы одного забрал, уже неплохо. Правда, чей, кстати, курьер брал. А это мидер и курьер? Оу, неприятненько. Ну, довольно быстро, естественно. Но вообще, конечно, если бы они не среагировали, он бы забрал трех, было бы эпично. Ну, спрятался пока что Манки Кинг. Скоро откатит телепорт, и он улетит, скорее всего, на линию. Так, ну что ж, у нас ранних противостояний не вышло. Руны 2-2 должны быть, в смысле, поровну, и кто куда отправится. Давайте смотреть. МК улетел в мид в итоге, да? Давай, короче, так, по лору. Вот по лору, чей пик сильнее? Чисто по лору доту. Ой, слушай, я не такой эксперт по лору. Посмотри, вот смотри, Энигма, например, да, это суперсильный персонаж по лору. Так, а Оракл вроде еще сильнее, нет? Наравне, но Оракл, да, Оракл тоже сильный. Но, с другой стороны, есть Дум и Котл, они тоже два суперсильных персонажа. Самый слабый персонаж, это, наверное, Тасик из всего драфта. Потому что это просто... Просто пьянчуга, которая хим хвастает. Пьянь, да, который выбил Бристалбеку глаз. И то Бристалбек это не подтверждает, вроде как факт, это просто только с слов Таск. Так, собственно, Войт Спирит средненький такой, и Фантомка чуть похуже Войт Спирита. А здесь у нас ВК и Тайт Хантер такие мощные, и Макака. Ну, наверное, Рейден чуть посильнее из-за Таска, из-за вот этого. Вот, все, по лору все мы разложили. Да, но у нас здесь лесная Энигма, ничего себе. А это значит, что кто-то будет страдать на линии, по идее, по логике вещей. Не факт, потому что Тайт Хантера поставили в легкую, и он там... Ну там припла у него просто. А, его вот так? Вот так, вот так, два героя вышло, не подходи. Только он выигрывает в такой ситуации, потому что здесь два героя, они зонят его одного, при этом... Дума сверху умирает. Да, при этом... Дума сверху умирает. Дума щемят при этом, а Энигма фармит. То есть получается, что два героя выключены у одной команды, о, минус фэрифайр. Да, Думу супер неприятно здесь, конечно, стоять против Даблей. Он не настолько плотный, чтобы как-то выходить в размен по ХП, Тайт Хантеру поприять. Хотел улетел по этому, но все равно Энигма... Вот если Энигму не напрячь, он там столько всего выфармит. Мы уже видели, вот на этой точке как раз сейчас очень популярно фармить. Очень много можно зафармить. Вот он лес сломал, кэмп стакнул, сейчас крипы будут тупить, тормозить. Очень много урона получать, в том числе и от Миднайт Пульса. Вообще, сатиры надо по-хорошему фокусить. Вот это, что он регена дает много, да, он правильно вот перенацелил на сатира розового. Так, снизу Чешир. Очень мало ХП остается, стеки прожал. Вроде как живет, нормально. Самое главное, что Энкер Смэш успевает накидывать его, не так больно пробивает. Тем временем котел погиб. Да, это очень печальная история. Причем котел, видимо, думал здесь, что он добьет дурачье. В итоге пострадал и ФБ оформляется. При этом на центральной линии МК сильнее Войт Спирита. То есть, в принципе, Войт Спирит может постоять получше или похуже, но МК определенно сильнее. Так, Чешир. Улетает. Сбить ТП нечем, прекрасно понимает. Только как-то заулетел. Но под вышку, конечно. Да, у него нет уже ресурсов. Но, тем не менее, если здесь сейчас линия пропушится, а спаун заблочен, Рейдентами как раз-таки нам показали, сейчас Чешир здесь немножко получит. Но тут уже пошел эра проверять, а вдруг какой-то запул будет крипов, либо что-то еще. Но ничего такого не вышло. В итоге спрятался у нас Тайтхантер под вышку просто куда-то подальше и не подставляется на линии сверху. Продолжает также страдать Дум, но у него есть Деваур. То есть, подъедая хотя бы крипцов, он что-то будет на линии все-таки иметь. Блин, какой же сильный ямич выйдет с этой линии. Ну, это не линия. Из леса ты хотел сказать. Это не линия, да. Но какой же он отсюда сильный выйдет. Это просто жесть. Он уже четвертый уровень. Как же ему вообще классно стоять. Причем у Рейдентов даже нет такой точки. Но не проблема. Он пошел за Тайр. Да, да. И с тобой, видишь, согласны наши друзья из париматч на второй карте, который в приоритет ставит Винстрайк. Давай, на них 1.4. Хайхост 2.8. Сейчас может умереть. Просто критуля сейчас заряжена у ВК. Не, просто ваншот практически. Ну, оно и неудивительно. Учитывая, что Дум здесь стоял долгое время один. Его постоянно избивали. И котел мало чем тебе все-таки может помочь на линии. Как ни крути. Руну помог законтролить своего мидера, но не вышло. Хотел помочь, вернее, но не вышло. Но как мы видим, макака 24.14. То есть макака уничтожила Вод Спирита. Верхняя линия проиграна. Там и котел, и Дум умирают. Снизу Тайт Хантер при этом стоит нормально. Он и левел имеет, и немножко подфармливает. Ну и все. То есть ситуация уже хорошая для Винстрайк. Но на все это сверху еще и накладывается Энигма. 26 крипов. Там почти четвертый. Тайт продолжает впитывать. У него 9 стиков. Он не погибнет. У него второй Кракеншелл. Его так просто не пробил. Мно. Мно вкачал. Двоечку вкачал. Накинул дебавчик, и тебя просто не пробить. Сверху погибает котел в очередной раз. Но здесь как бы ясно, да, это будет по КД происходить. Короче, попрошу админов создать лобби на третью карту. Там, чтобы все заранее было готово. Чтобы он долго не... Ну, примерно, да, так. Такими темпами вк будет очень большой в миде. Действительно, противостояние тоже в пользу команды Винстрайк. Мы видим, что Манки Кинг уже начинает подушивать. И если бы не руну ускорению Суприма... Как же он чуть не нафидел сейчас. Под настрайк есть? Есть, есть. Так, сюда приходит Таск. Пошел Токтима отрабатывает. Тасик неплохо впитал. Потягивается Суприм. Но что-то как-то с Манки Кингом, заряженным Джингу Мастерой, драться не хочется от слова совсем. По итогу его отпускают с миром. И пока Тасик сюда приходил, Тайдхантер вылез из вот этого прессинга. И чувствует себя неплохо. Энигмит. Пятый уровень на 5.30. Это очень быстро. Там уже не крайне летят, летят, точнее, я так понимаю, с первого левела. Да, и это очень хорошие тайминги. Так, Эра. Затаился. Куда? То есть вот четверка команды Экост. Это Эра. И вот у него второй. И 1100. Да, в то время как у Энигмы 2.500 и 6.000 сейчас будет. Разница просто гигантская. Вообще, это чуть ли не топ уровень. Ой, как скелеты пробивают. Чейси, да, там практически забрали. Его стики спасают, пытаются убежать. Котел помогает ему, но там уже отхил пошел за счет Оракла, поэтому должен, думаю, выживать, конечно. Что все равно он без ХП, у него очень низкий Нетворс. То есть единственный более-менее приемлемый Нетворс у Фантомки, но все остальные герои страдают на карте. И Энигма. Ну, Энигме, наверное, я даже не знаю, что в такой игре. Вот как бы Некра, учитывая, что есть ДУ, вроде как Некра можно и загрейдить, потому что блинк БКБ, да, не такой надежный. Но, с другой стороны, берешь быстрый блинк и все. Ямич уже показывал, как это работает. Так, Макака, что ты делаешь, да? Втроем тут, вчетвером практически, нападает на Манки Кинга. Пошел дальше Суприм, пытается еще забрать у нас и Оракла. Оракла тоже забирает, минус два, отлично. Но, правда, сверху забирает вышку. Зафейлил Оракл, он дизарм на Макаку зачем-то кинул под бафом. Макака не может отхиливаться, так еще и потом сам зафейлил. То есть, если бы он не прилетал, было бы лучше. Но это, на самом деле, меняет не так много. Да, это неплохой такой камбэк для Войт Спирита, но все равно он не догоняет Макаку. И все равно тут просто нереальный какой-то сноубол происходит. Ну да, если смотреть на центральную линию, разница серьезная. Но, с другой стороны, всегда есть надежда на фантомку, наверное, у команды Хайкост. Но, если смотреть на кэри команды Виндстрайк, в Рейс Кинг просто невероятное количество денег какое-то имеет. 3.700 на данный момент, и это будет быстрый Радиенс, судя по всему, да. Ничего дурачью не собирается себе собирать, никаких армалетов промежуточных и прочего. Просто сразу Радиенс, и это будет очень хорошо работать. Ну и фантомка здесь будет все-таки от обороны больше играть. И где же есть только фарма-то взять? Фантомка должна быть очень богатая, с артефактами здесь, чтобы просто справляться с героями команды Виндстрайк, как ни крути. Нет второго героя, на котором вот такая надежда есть хорошая. Этим героем мог бы стать Войт Спирит, если бы дела на линии получили. Гигантский уровень Oracle, который стоял там, забирал фраги. В итоге у него, пожалуйста, пятый уровень, ему никто ничего сделать не может. Пробежали за ним. Сейчас котла здесь подцепят. Котл все. Все, сейчас бах, и еще разок, и еще разок. Да, он помет. Ну да, забирает в итоге себе фраг, конечно, Oracle, но в любом случае это фраг. А Ямич пошел, он просто пошел давить. Ему реально, может быть, третий Некра здесь сделать и спушить все это нафиг? Да, почему бы и нет? Облазн есть. Я уверен, что фантомка просто не успеет по темпу выформить свои артефакты, и Некра могут сработать. Тут даже Блокхолл-то не нужен как таковой. Где-то Рошару убивает. Тут может одного реводжа хорошего хватить от Тайт Хантера, чтобы закончить эту игру по-быстрому, я имею в виду, если уж такой уж план. Да, вынуждены перетягивать всю команду, чтобы задавиться от Энигмы. Тайт при этом соло-фармит и тоже становится уже на уровне там вражеского мидера. По уровням мы видим, что Oracle пятый, четвертый, третий Котл Таск, при этом шестое Энигма. То есть по уровням просто разгром, развал. И все, и дальше, и дальше ВК супербыстро фармит скелетами, Энигма продолжает Некрами там толкать. Ну, пока вышки стоят, надежда у команды хайкост есть. Самое главное, что есть пространство, где фармить свои артефакты в фантомке, да, и дум что-то подфармливать себе. Суприм пока достаточно бедный по этой игре. То есть непонятно, когда он начнет подключаться к команде. Вот с такими темпами, с таким стартом уж точно ему будет сложновато. А тут уже Манки Кинг потихонечку задумывается насчет того, чтобы себе дезолятор собирать после коррозивной Эрбы. Я думаю, что все-таки Ямич пойдет в Блинг. Да. Окей. Да. Очень хочется просто, ну, как бы Некра Некрами, они там фармить помогают, но очень хочется в какой-то момент с доминацией это сделать проще. Когда ты вот соперника зажимаешь со всех сторон и просто прыгаешь на этой Энигме, даешь Блэкхолл, там как раз либо по дровагу, либо вынудив потратить несколько спилов никуда. Ну, значит, тогда Тайтхантер будет собираться, наверное, в какие-то ауры на команду, уплотняться, так скажем. Ну, я думаю, да. Но, с другой стороны, после первого арта ему тоже Блинг нормальный. То есть они вдвоем из Блинга прыгают, даются спилы, все умирают, а дальше уже, в принципе, тебе не нужно ничего, потому что врагов у тебя нет. А, вот он взял пока что Арканы. Ну, чтобы мана была, это здесь понятно. Ну, Ямич продолжает вычищать леса, мы его не видим вообще. То есть пока что не появлялся нигде. Ну, нормально себя чувствовать. В миде Суприм. Забавная ситуация, видеть саппорта Оракла, который умеет шестой левел против мидера восьмого. Да, вот так. Очень хорошо для Оракла, потому что Оракла вначале слабоват. Энигмы здесь могут Суприма подцепить, но Суприм далековато, не успевает, дурачо. Как-то прям без зуба здесь набегали Винстрайк. Они просто идут пушить, они не идут за Войт Спирит. Ну, вышку-то точно отдадут, потому что, ну, сложновато будет драться. Здесь все-таки два ультимейта таких плотных, да и Врейс Кинг уже с реинкарнацией ничего не боится. Радик у него будет уже. Ну, слушай, сюда пришел Чарли, Дум перетянулся, видит сейчас Энигму, по идее, вышка упала. Если дракой будет, то тут не за что драться. Они делают полную фигню, не нужно дефить, не нужно тем более стоять и просто смотреть. Нужно как раз постараться что-то зафармить. Просто когда ВК вынесет Радиан, Стоит Хант вынесет Худ и Энигму Блинк, вы уже не сможете ничего остановить. Вас просто сомнут. Тяжело будет. Во всяком случае, если стоять и смотреть, как вас носят, то точно ничего не получится. А вот если пытаться фармить в это время... В это время они могли как минимум попытаться выйти в какой-нибудь размен. Снизу вышку, например, забрать. Почему бы и нет? Ну, то есть пока тебе ломают, пока ты один в миде. Окей. Да, в миде вышка поприятнее, да, по цене, но все же это хоть какой-никакой размен. А так у тебя получается, ну, что ты вообще ничего не забрал. А там уже как бы под угрозой Т2 сверху. А если сейчас Т2 сверху потеряешь, то это еще дополнительное давление в рамках линии. Заберут сейчас, наверное, еще иван пост лесной. После этого. Ну, то есть очень хороший темп взяли винстрайк в этой игре на второй карте. И боюсь, что такими темпами хайкост могут и не поспеть. Хотя, с другой стороны, если продолжат терпеть, кто его знает? Нет, если они дотерпят до своих артов, то, конечно, там, да, там и фантомка уже. Опять, унигме нужно искать эту фантомку, а ее не видно из-за блюра. Есть дум, который может на упреждение сыграть там и по тайду. С тайда не снять дум. Ну, с другой стороны, соберется линка, и все. Проблема решена. Да, да, это тоже вопросик такой. И не сказать, что ВК вот настолько слабее фантомки в плане... Ну, учитывая, что есть еще и макака, то есть у них еще и два кора. И фантомка вряд ли потянет дважды убить ВК и еще и убить макаку. Да, я про это говорю. Это должна быть суперрасварбленная фантомка, которая будет там иметь, ну... Рапиру. Ну, рапиру, может быть, даже и не одну, кто его знает. Так, летит дум. Ну, тут очень плотный подпуш. Тут одна энигма разбирается очень хорошо с вышкой. Да, пошли шарды, пытаются забрать по-быстрому идолонов. Но идолоны там просто райт-кликом вышку, и какую-то часть КП вышечки забрали. Транта нет, захилить некому, поэтому... Почти всю забрали. Рано или поздно вышка упадет, да. Да, остался один заход сделать, и все уже. Так, тайду прилетает Худов Дефайн, 40 в позиции. Снизу там, тем временем, фантомку находят в ВК. Ну, кстати говоря, и что-то вообще неприятно. Конечно, неприятно. Извините меня, врейскинг с акротреликом уже в спину тебе критом бьет. Конечно, неприятно. Да, и в итоге, и в итоге пытаются хайко... Ну, в принципе, сейчас я не буду говорить, что они могли бы пофармить, потому что им уже нигде фармить. Уже все. Уже фармится их лес. Да. И вот он, блин, к ней нигме. Это очень быстрая, может быть, игра, согласен с тобой полностью. Если только винстрайки не начнут исполнять вот то, что было на первой карте. Загуливать за вышки, ошибаться в позиционке, просто умирать и так далее. Вот, жирных хайдалонов. Если все грамотно сделают винстрайк, то эта игра действительно закончится прям очень быстро. Ну, по крайней мере, все внешние вышки они позабирают. А там вот до 20-й минуты все шансы забрать тир-2, перехватить аванпост, еще меньше экспы. Ну, нужно радик дофармить, наверное. Ну, тут уже почти готов для драчьев. Да, вот сейчас этот кэмп он форманет, и как раз будет готов радианс. Да, и теперь вот как сражаться, когда там сжется магия очень больно, когда миссы, при этом еще две жизни. Да, тут вводит спирит, и даже намека нет на аганимчик. Да. И тут у нас опять заход на чужую половину, в лес. Сейчас будут сверху, возможно, нападать на Чейси. Чейси тут в опасности. Чувствуют, чувствуют, что к нему идут, и уже прячутся, наверное, сделают ТП. Уходят. Да. Так, ну, тайминги все рекордные, понятно, да. Ну, тут оно неудивительно. С таким стартом, и на линии все было хорошо, супер, и по игре. И только будет улучшаться. Дальше еще одна неприятная новость для Фантомки. Это Лебарда, которая рано или поздно в тебя залетит. Так, выходит, выходит на топ. Там только Дум. Дум не настолько прочный, чтобы выдержать всего. Тем более, лес срублен. И прятаться не то, чтобы ему было где. Чешир его уже ищет. Чешир его не находит. И пошел под пуш. Пошел под пуш. Все, тут уже... Ой-ой, Дум выходит. Дум выходит, сразу получает урон. Ставится поляна. Реведж отменяется. Телепорт отводит спирита. Все прыгают в Дума. Дефить его не... Ну, слушай, очень долго Дум жил, конечно, здесь. Но, понятное дело, что впрягаться за него никто не собирал. Просто, если бы кто-то впрягся, то он бы в арене Манфигинга тоже был умер. Ну, а в миде пока что дурачье. С Рейденсом подпушивает линию. И уже на Т2 планируют выходить парни с команды Винстрайк. Ну, слушай, действительно, до 20-й минуты такими темпами позабирает все внешние вышки. Слушай, Суприму нужно уходить. Ставит Реймонт и просто убегает. Да, он горит от Рейденса. Щиток-то не спасает от магии. Все, тотальная зажимка происходит. Ну, тут очень жирный, конечно, драфт. Ну, в принципе, это логично. То, о чем мы говорили еще с самого начала, так и должно было происходить. Да, если все идет по плану команды Винстрайк. Да, если пошел уже вышку танчить, его там подхиливают. Дурачье местит вышку. Еще может скелетиков там призвать, не крачей. Ямич готов прыгать с блокхола. Пять тысяч на семнадцатый. Это еще не конец. Дурачье продолжает бить Т2. Здесь пытается как-то котел дефать, но ему бы отойти уже. Важный момент. Вот Энигма взяла талант, который не всегда решает так сильно, но из-за этого не погибают от задувок котла, подхиливают ВК. Опять Дум подставляется под контроль, пытается убежать. И вот Энигма с Блэкхоллом по двумя героям залетает, но этого недостаточно, потому что Дума и в итоге Энигма погиб. Забирают также первую жизнь из Врейс Кинга. Очень битый Чейси пытается убежать, но его догоняет шишерский кот, машет якорем и, скорее всего, Чейси заберут. Хотя вроде за елочками здесь мансит, мансит, мансит. Феллс Промис тем временем потратили на Врейс Кинга. В Врейс Кинг выживает, но погибает Оракл. Заканчивается Феллс Промис, сейчас прыгает сюда Чарли, начинается драка. Неужели Дурачё заберут? Да, Дурачё тоже забирают! Как они умудрились это сделать? Что? Ну, это СНГ. Ну, это то, о чём мы говорили. Если только не ошибутся, Винстрайк. Ошибочка получается? Ну да, очень далеко задавили, они могли просто вышку забирать. Но Энигми хотел спрыгнуть, Энигму прыгнул, получил Дум. Собственно, хотя Думы там пытались тоже отзонить. В итоге пришла Фантомка, немножко камбэкнула. Да. Ну, окей. При этом всё равно большое преимущество Винстрайков. У них сейчас Равага откатит совсем скоро. И они могут, в принципе, продолжать идти и забирать вышку. Но просто отдали много лишнего, скажем так. Макаку видно? Ну, она на хосте просто убежит. Да, это всё ещё не критичная, конечно, ошибка. Всё ещё можно продолжать играть нормально в том же темпе, как и планировали, я думаю. Но это уже звоночек. В следующий раз, чтобы действовать аккуратнее. Потому что, ну, преимущество всё ещё неплохое у команды Винстрайк. А тут у нас Аганим скоро появится у Бойт Спирита. Сэндж готов у Рейс Кинга. Далее Лебарда, потом Блинк. Фантомка с БФчиком потихонечку дофармливать себе Дезолятор. Потом БКБ, наверное, будет. А может быть, в приоритете будет БКБ, а потом Дезолятор. Учитывая, что Арба уже есть, как бы. А драться-то, скорее всего, придётся, я имею в виду, раньше. Потому что, скорее всего, в Винстрайке давление не ослабит своего по игре. Ну, не должны. Ну, вроде как. Тут Дезоль. И можно выйти на Рошана. Нам сравнивают. Плеер с Кампэйр, так называемый. Ну, да. В общем, ВК вот всё упирается в максимум. Ну, слушай, я бы не сказал, что Фантомка особо сильно отстаёт от ВК. Ну, после таких подфидов шанс Кампэкнуть хороший. Ну, здесь Рошан. Ну, я думаю, что даже драться не собираются за этого Рошана. И не факт, что Хайкос догадываются насчёт того, что там Рошана бьют. А у нас тем временем обновлённые коэффициенты от наших друзей. Здесь пари-матч Винстрайк 1.25, Хайкос 3.75. Ну, тут на самом деле пока да, согласен. Вообще, Дум может подставить. Но сейчас очень важный момент. Сейчас Аеги забрали, да. Смок разбили. В атаку идут Винстрайк. Чарли, по-моему, спалил смок. Прыгачи шир. Пошёл Рэвэдж. Поймали Фантомку. Тут даже арена от Манки Кинга. Хороший Бандл-Страйк подвоим. И, скорее всего, сейчас Фантомку заберут. Да, Фантомка погибает. Минус Кэрри. Круто сыграл Тайт. Просто запрыгнул и дал Равагу. Подцепил, так сказать. Ну и всё. И вот теперь уже выход. А там Дизоль. Там буквально один удар по вышке. Она становится очень мягкой. Да, Эра улетает. Сбить телепортацию, благо, нечем. Долго летит. Так, может быть, после этого фрага всё-таки Чарли подумает насчёт того, чтобы всё-таки в приоритете собрать БКБ себе на следующую драку. Так вот и да. Да, всё. Это логично. Только рецепта не хватает, увы. Тут уже Алибарда у ВК. Да, да, да. Это тоже неприятная новость. Нужно как-то заранее будет БКБ прожимать. Прямо во время врыва. Причём БКБ не спасает от Алибарды. В плане того, что ты даже если её не получаешь, ты всё равно мисуешь по ВК. Но вообще ВК нужно тоже было задуматься, на мой взгляд, над блинком. Потому что... Да, он с Леном вроде планировал. Ну да. Он вот планирует чуть попозже его взять. Пока что всё-таки решил взять статы вроде как врываторов, блинкторов. Ну, учитывая, что Энигма Тайт Хантера есть, там можно как-то на ножички добежать уже и подраться, если что. Поэтому нормально. Учитывая, что у тебя ещё и Манки Кинга имеется в команде, которая тоже очень мобильная, да, может врываться неплохо под это всё. Поэтому... Всё последнее. Можно не торопиться. Повышка. С покупкой. А, он даже передумал. Видишь, насчёт МНК будет в ауру собираться на команду. Ну, Кераса появится. Один удар по вышке из Дезолятора. И там есть ещё Каразийная Рба. Есть у МК, то вообще... Есть, есть. А, то есть она минус Каразийной Рбы, минус Дезолятора, а потом ещё будут минуски и выкранят Гераса. Да, да, да. Я же говорю, просто собираются винстрайки по-быстрому закончить. И это верная стратегия здесь, как по мне, пока справляется с этой задачей. И вот, действительно, в 21-й минуте все внешние товара упали. Ну и всё. Теперь это бароны вынуждены, причём от глубокой игроки. На 21-й иногда первая Тер-2 падает. Ну, так-то да. И по-хорошему сейчас как-то выменить Аегис, да, на Т-3, возможно, какой-то разменять. Или там в драке какой-нибудь что-то сделать полезное. После чего заберут хотя бы Т-3. Блин, какой же винрейт выкапывают после этой игры? Там уже, наверное, 90% практически. Он выигрывает всё вообще. Вот он появляется и выигрывает абсолютно каждую игру. Для тех, кто там в пабе Аркану набивает, наверное, сейчас лучшее время. Потому что герой реально суперсиленный. Причём уже очень давно. Одна из последних игр в пабе была с парнем с никнеймом «Балансный герой», который просто бежал на 20-й минуте. Врагов уже там под фонтаном месил. Потому что слишком простой и слишком сильный. Так, ну у нас тут обоюдный смог получается. Сейчас, возможно, будет столкновение в лесах. БКБ наконец-то появляется у Фантомки. Безусловно, попроще будет ей теперь в драке. Но от Блэкхолл это не спасает. Да, вот ВК идёт такой типа. Ну, на него никто не будет нападать. Ну, типа я фармлю. Да, ну это иллюзия. Уже все понимают. Там мид горит. Мид горит у хайкост. И я думаю, что есть понимание также у команды Винстрайк, что, скорее всего, раз никто центральную линию не дефает, значит, где-то в смоках бегают оппоненты. Добавлено, что мид подгорел там нормально так, даже без какой-то атаки. Да, и только сейчас на базу возвращается хайкост. Даже думают убивать. Ещё одно БКБ появляется у Манки Кинга. Теперь тоже бояться особо ему нечего, потому что здесь БКБ прям решает все проблемы. И у Энигмы тоже БКБ. Да. Ну, Энигмы всё ещё рискуют, конечно, получать Doom, безусловно. Но там какая-нибудь линька в будущем, и эта проблема решена, собственно. Итак. Ну, как бы ждём реализации Аегиса. Всё-таки минута времени есть. Там Манки Кинг попрыгал неплохо. Да, нашли Эру. И сейчас могут его забрать. Эра. Бежит, бежит, бежит. Получает Бандл Страйк. Сюда уже на перехват бежит Энигма, если что. Ну, тут сам справляется уже у нас Манки Кинг. Сверху Дурачё забирает Аванпост. БКБ, как ты и говорил, у Энигмы готова. Сверху там бегает Войт Спирит. Успевает, вроде бы, убежать Суприм. Да. Не перехватит его. Или перехватит. Не-не-не, никто не хочет. Но можно Крепочков пофармить. Опять же, Аеги скоро закончится. В принципе, большая часть карты под контролем команды Винстрайк. Торопиться им некуда. Можно дождаться и следующего Рошана. Тут у нас краешком бегает Чейси, видит его. Чтобы забрать просто Крепочков подъезд. Фантомку присумунили вниз. Рапиру делает? Прямо сразу. Ну, это прям, ну, это вариант. Я думаю, что, да, это хороший вариант. Это единственный вариант по-хорошему здесь. Это, вот знаешь, вот мне прям флешбеки от Ника Бэйби, да. Вот когда они играли против Нотейла. Когда там была очень быстрая Рапира. Там, опять же, такая же отчаянная ситуация была у Фантомки, когда ее сильно задавили. И действительно, при попытке зайти на ХГ, Рапира может зарешать. Пара критов. Ты умираешь, не успев ничего нажать. И это будет камбэк. Но это риск. Тут довольно все просто. Если у тебя математически не хватает урона, чтобы убить соперника, то ты никак не можешь камбэкнуть. Если есть хоть какие-то риски, но при этом тебе математически урона хватает, то есть шанс. Вот сейчас смоук, выход. Аегиса нет, но там БКБшки. Я бы сказал, это ключевой смок. Сейчас драку проигрывают у нас хайкос. На этом игра закончится, скорее всего, да. Все. Тут Чешир все спалил. Непонятно, куда нападать. Куда воевать и так далее. Работяги побежали, видят Суприма. Но Суприма, понятное дело, прыгать не будут. Он слишком юркий, быстрый. Ну и на этом пока все. Так, Эра тут проказничает. Две баунтируны слева забирает Ксибе. И туда еще, может, Фантомку прису... А, Фантомка и так там. Ну, короче говоря, Ксибе реально отрабатывает с точки зрения макроигры. Дает Фантомке возможность фармить очень много. И, как бы, Рапира тут может и появиться. Особенно, если следующего Рошана будет жать. С другой стороны, Кираса. Кираса и куча минус брони по товарам. Да. Да и самого Враскинга, как бы, сложно будет пробивать теперь с этим Армором. А там, например. Банглэстрайк, БКБ и Блэкхолл ничего не жалеют. Прямо на этого Войтспирита. Просто хотят его по-быстрому испепелить. И, собственно, справляются с этой задачей. Правда, таймер там не особо большой. При желании, я думаю, попытаются как-то хайкост потянуть это время. Да, но сейчас очень тяжело. Вот подходит ВК, Макака делает тычку и все, и вышка... Да, разваливается. Но это точно минус Т3 будет, скорее всего. Минус Катапульта. Все-таки ВК не смог затанчить. Фантомка прыгает. Неплохие криты, на самом деле, вылетают по дурачу, но плевать. Перезарядка Кортика очень круто работает на Фантомке. Она может дважды кинуть Кортика. То есть, когда появится Рапира, можно будет прям жесткие темы делать. Чуть-чуть Талант появится, ух. Нормально, кстати, да? В плане, как стратегия от ХГДФ кортиками чисто откидываться издалека. Ну да, да. Тем более, здесь возьмется Талант на 3. Ну да, я про это говорю, да, что с Талантиком нормально будет работать. Я думал, ты про какой-то на 20-м. Не-не, но на 20-м там только один выбор, как по мне. Так, ВК. Остается 2000 где-то до Рапира. Да, но тут сейчас может быть встреча кэрри обеих команд, потому что никого рядом нет, причем с одной и с другой стороны. Ну, забавно, что они просто разменулись. По итогу там все идет ко второму Рошану, я так понимаю. Ну да. Занимает уже позицию поближе Винстрайк. И вот заканчивается основной таймер. Ждем дополнительный. Я еще ни разу не видел маленького таймера, имею в виду, чтобы там минимальный пропуск. А, вот и он! Ничего себе. Ну, рано или поздно это должно было произойти. Лучше поздно, чем никогда. Взяла блюр фантомка свой. Пробивать ее теперь стало сложнее. Теперь осталось только дожить до Рапира. И не встрять в блокбол. Да, каким-то образом. Ну вот Коттл должен прям просто рядом с ней стоять и перезаливать ману, чтобы она сразу два кортика. Там, если два крита вылетает, она может реально убить одного героя. Я думаю, что она Энигма может стереть просто. Может, да, стереть. Вполне. Тысяча пятьсот. Но это, опять же, без Рапира. Рапира появится, будет больше. Нужно дофармливать в срочном порядке. Я к тому, что тысяча пятьсот до Рапира. А, прости, пожалуйста. Крит был тысяча триста, по-моему. Тысяча триста. Ну, хорошее, хорошее. Да, с Рапирой, конечно, будет в разы. Интереснее все. Там и Трустрайк, что очень нужно, чтобы вообще игнорировать полностью и Алибарду, и Радианс. В том числе. Ну что ж, падает Рошан, и бороться за него пока не могут у нас Хайкост. Да и они не успевают при всем своем желании. Сыра Эггис теперь будет в распоряжении команды Винстрайк. Но, с другой стороны, что переживать Хайкост, да? В любом случае, оппоненту заходить на ХГ, опять же. Ты же не будешь в ровном поле драку принимать. ВК очень сильная критуля с Квивером. Он прям больно бьет. Снизу от Спирит. Фантомку призвали, я так понимаю, на базу. Фантомка отпушивает Мид. Ей не хватает буквально чуть-чуть Дорапиры. Совсем немножко. Но фармить негде. Хотел, по-моему, спалил Смок сейчас в Тайтхантера. Пытается его поймать. Чарли нужно бежать, но он успеет уйти. Окей. Опасно просто было. Так. Очень далеко отпушен. Снизу от Спиритом. Прям совсем. Ну, это опять же, чтобы вторую линию обезопасить, более-менее. Чтобы проще было защищаться на ХГ. Хайкостом. Ну что ж, пушится пока что центральная линия. Но сложновато. Надо будет как-то выманивать то ли на себя, то ли самим в наглую запрыгивать. Даже не знаю, что лучше, что хуже в данной ситуации. Но пока зажаты на базе у нас Хайкост. Аккуратно только выходит Фантомка. Башер готов у Дурачье. Дурачье начинает ломать вместе с Адалонами и Некрами Бараки. Бараки медленно, но верно падают. Подтягивается Манки Кинг. Не, не готовы. Не готовы. В нижней линии начинает падать. Эх, Рапира нужна срочно. Там бежит по верхней линии у нас Фантомка. Сейчас до вышки. Может быть после этого заберет. Но тут опять же гораздо быстрее забирают строение парня из команды Винстрайк. Увы. Сейчас Фантомка заодно может вот как раз взять Рапиру прямо в секрет-шопе. Да, вот он бежит. Он берет ее, кажется. Да, да. И нужно лететь. Но вот спирит погибает. Байбэк имеется. Ну что ж, давайте смотреть. Фантомка здесь прыгает. Крит. Еще один крит. Как же быстро погибает Монки Кинг. Но спасаться надо. Спасите Фантомку кто-нибудь. Фантомка живет. БКБ хилится. Из поляны нужно убегать. За Чарли погоня. Дурачо. Убивает ее. Рапира лежит. Он ворует ее. И отдаст ли обратно? Нет. Не отдает. Это ГГ. И в итоге игра заканчивается со счетом 1-1. Все решится в третьей решающей. Ну, план был в принципе предельно прост. Иначе было нельзя не прыгать. Ну как иначе? Да. Немножко Дум здесь промедлил. Он вот чуть-чуть поздновато прыгнул за спину Энигми и сбил Блэкхолл. Сбей он его сразу. Фантомка могла бы еще что-то получить. Я думаю, что шансы очень хорошие были. Учитывая, что вот прям урона хватало. Монки Кинг, я думаю, опешил от такого количества дэмоджа в лицо. Буквально. Он, конечно, успел нажать мисс чип свой, но это его ненадолго спасло. Ну, тут куча всего. Аеги, сыр, две спушенные линии в любом случае. То есть даже в игрании драку было бы очень тяжело. Но тут, как ни крути, сила драфта все-таки сказала, что просто жиром задавили их. Без шансов на самом деле. И именно из-за разницы в драфте вот такая вот легкая получилась игра по-хорошему для команды Винстрайка. Да, не в пример первой игре. Более подробно об этой карте готова поговорить студия аналитики. И в таком легком восторге от увиденного прям настолько классно все было сделано. И Ямич этот. Вот Рустам не даст соврать, я все уши ему прожужжал на тему того, как классно. Оказывается, Винстрайк вспомнили, что одного героя можно просто поставить в лес и таким образом играть с четырьмя полноценными, богатыми и развитыми корами. И вот, пожалуйста, закономерный результат. Какая красота. Не зря вы мне Ямича расхваливали. А он так играл на прошлой карте? Он лучше играл. Еще лучше. Еще лучше играл. Куда уж лучше-то? Вот и есть куда. Меня только одно смущает. Понятно, в этой игре даже не дошло до дела какого-то глубокого лета, камбэков и чего-то остального. Они поставили крутые линии. И у команды, которой можно было задать темп, свой спиритом, ранним или чем-то еще, столкнувшись с маленькими трудностями на ленинге, они не смогли ничего абсолютно сделать. И просто пошел перефарм тотальнейший. Но зачастую вот почему, допустим, идея с Enigma 4 работает не у всех. Более опытная команда это докажет. Ну то есть ты в лесу, у тебя минус один герой на линии. Соло персонаж остается против даблы, он скорее всего не должен проиграть, уйти, рано, вышка упадет. Ну вот это последствия, да, всего. Здесь команда хайкост просто не смогла ничего сделать с Тайтхантером на легкой. Тайт идет, там стоит Таск, там стоит Фантомка. Они бьют с ранним орбов-корожен, они этого Тайтхантера не пробивают. Чушетский код постоял, пару тпшек нажал, килку заюзал и постепенно свое набрал. В итоге ни одна из линий у хайкост выиграна не было. При таком драфте, когда соперник там берет супер жадность и при этом всеми жадными героями он еще и фармит. Просто с нулевой там оверфарм, потому что Enigma из леса не выходит. Шестая минута, некрономиконы, потом спокойно блинк и идет по своим артефактам, которые необходимы. И первые Enigma появляются, когда на таймере шесть минут всего. Ну вот, да. Вот, меня только одно смущает в этой всей ситуации. То есть мы разговариваем о том, что Винстрайк может быть нам более симпатична как команда, играют неплохо, потенциал есть, а по факту победы только вот с этой четверкой Enigma. Ну, почему у ребят не получается вот так хорошо играть без четверки Enigma? Почему, когда Enigma заходит в бан, а Туднеры, допустим, тот же самый вчера, соперная матч, команда сломалась, Винстрайк проиграли две карты. Здесь Enigma не взяли в первой карте, проиграли. Enigma взяли во второй, легко выиграли, очень легко, буквально там с лейнинга. Хочется, чтобы у коллектива получалось что-то еще, кроме Enigma 4. Да нет, было, было. У них на турнире несколько хороших карт. Я в первую очередь вспоминаю карту с Templar Assassin, где они уничтожили просто. Last pick Templar Assassin, против нее абсолютно нет ни одного героя. Ну, никто ее не закрывает, Templar Assassin за 20 минут заканчивает. С Brud'ой была очень хорошая карта. Ну, то есть они здорово действительно last pick'ают, они знают, как пользоваться этим 24 пиком, да, для того, чтобы этого героя на максимум реализовать. Как правило, это герой зачастую именно центральной линии, реже на какие-то другие позиции они last pick'ают персонажей. Ну, в общем, есть у них в запасе какие-то стратегии. Главное, чтобы, знаешь, они не привязывались к этому Джиггернауту. Они ведь, несмотря на вчерашнюю победу с Джиггернаутом и Enigma, в первую очередь, они очень много с этим Джиггернаутом проиграли на турнире. Также вспоминается серия против Spirit, где с этим Джиггернаутом не байбэкнулись. С этим тоже у них есть, кстати, какие-то трудности. Байбэки не всегда вовремя или вообще не нажимают, как показывает практика. В общем, есть к чему стремиться. Видно, что они точно не слабее HighCost. Вот даже близко не слабее, да. И несмотря на такие грозные, казалось бы, имена, HighCost ничем пока сильно не отличились. Драфт действительно был очень классный. Линии выиграли. У Этспирита ноль свободы. Supreme не сравнить эту игру с тем, что он показал на паке. Ну, не с кем было. То есть Phantom Assassin не может подключаться. Ей там надо своими делами заниматься. Все остальные из-за того, что линии проиграли, просто вышли очень слабыми. И, соответственно, Войтспирит один. И сколько у них там фрагов в 20-й минуте было? Около 5-6. Там в целом счет 9-5 был. Там, да, очень вязкая игра. Это вообще неудобно для Войтспирита. С Войтспиритом ты хочешь находить постоянно эти убийства, да, чтобы он поднимал экспу, поднимал деньги на этом в том числе. Когда вы делаете 5 фрагов за 20 минут, но это не дело абсолютно, и Винстрайк абсолютно заслужили эту победу. Да, по учебнику сыграли. Абсолютно было ощущение, что все прошло по их плану, все, что могло пройти. Вот только одна вот эта драка, да, которая первый наш хайлайт, ну, как-то немного неуклюже получилась. Но это ровным счетом ни на что не повлияло, потому что результат оказался максимально закономерным. У нас на экранах Суприм, который провел выдающуюся абсолютно первую карту, но второй не он, ни его тиммейта, никто особо как-то не захватил наше внимание. Ну да, он получил. Мы говорили о том, что у Манкикинга есть потенциал идти не на первую позицию, а поставить в центр против Войтспирита. Не так много кто так делает, но они решили взять ластпиком Рейскинга. И по итогу выяснилось, что просто Войтспириту не давать разогнаться. Ставишь МК, МК пинает, и Войтспирит чувствует себя уже сильно неудобно, неловко выкручиваться. Трудно в такой ситуации. Ему там разог помогли в центре через тпшки, но... У меня был панчлайн. Я все ждал, когда нам покажут сравнение четверок. Нам его не показали. У Хайкоуст играет Эра, а у Винстрайк играет Новая Эра. Новая Эра. Все, друзья, один-один в этой серии. Если хотите статистику по матчу, то на Cybersport.ru вы ее, конечно же, найдете. А мы после небольшого перерыва вернемся и будем заканчивать с этим игровым днем.